Во-первых, мне не верьте, я вру, все врут, обязательно все проверяйте. Мое мнение может не совпадать с мнением компаний, и вот это все. Все совпадения случайны, ну и в общем упадет. Давайте раздражаем вас немножко. Кто вообще когда-нибудь видел, участвовал в формате паттеров, в докладах паттеров? Мы уже ответили на вопрос, можно получить подарок? Не-не, это слишком-слишком слабое шею. Так, ну что-то мало людей размялось. Давайте так, кто восьмую джамбу уже прямо в продакшене писал? Воу-воу-воу, что так мало-то? Что, на пятой все пишут что-то? А, кто на девятой? На девятой кто пишет? Все. Ну что, давайте начнем с разминочки. Смотрите, у нас есть список. У нас есть заполнение этого списка, то есть мы туда добавляем one, two, three. Мы туда метод этого списка берем в стрим. После того, как мы взяли стрим, мы в этот список добавляем еще что-то. Делаем корыч и выводим все значения. И, да, я забыл сказать, самое главное правило в пазлерах – отвечать всегда. Если вы не знаете правильный ответ, но вы три раза угадываете, ваш сосед справа просто думает, что это гений. Поэтому мы ответим всегда. Ну давайте посмотрим, что у нас есть. Первый вариант не скомпилируется. Читить нельзя, гуглить нельзя. Да, ну это, да, ну первый ряд сразу не играет. Так, второй вариант. Все отлично отработает. Мы увидим one, two, three, ten. Все увидится. Все хорошо, думаю. Сключение в рентайме какое-то. Ну, наверное, стрим у нас же не мутабелен. Наверное, будет какой-нибудь exception за это. Шестая строчки. Так, и последний вариант. Вот шестая строчка проигнорируется. Мы будем работать с тем листом, от которого мы брали стрим. И вот он все значения его и выведется. А, ну давайте первый вариант. Кто за первый вариант? Кто думает, что не скомпилируется? О, что-то прям верите в жало. Нормально. Так, а второй вариант. Кто думает, что вообще все выведется? Поднимайте руки. Два человека. Три, четыре. Ну так, паникулярно. Так, ну чуть-чуть, да. Кто думает, что третий вариант? Сключение в рентайме. О, ну тут тоже побольше. Отлично. И кто за четвертый вариант? Воу, воу, воу. А почему? А кто может сказать, почему? Вот четвертый вариант. Кто голосовал? У нас осталось много. Окей. На самом деле это третий вариант. Вот. Да, да, да. Второй вариант. Да, кстати. Соответственно, у нас стримы хоть и немутабельны, но в лист, который мы используем, они до того, как мы вызвали закрывающую функцию терминальную, то все вспоминают, что стримы у нас лейзи, что до тех пор, пока мы не вызвали уже окончательную функцию, в случае это forage, по факту ее нет. Вот, и здесь происходит то же самое, то есть взяли стрим, но в лист можно добавлять то, что угодно. Ну, на самом деле, да, половина зал сказал, что-то такое, ну, легко. Давайте усложним. То же самое, только теперь мы берем и добавляем элементы внутри врача. А ну, все так делают, правильно? Давайте посмотрим, подумаем, что будет. Не скомпилируется стандартный вариант в партнерах. То есть обязательно когда-нибудь что-нибудь не скомпилируется. Выведется one и выбросится исключение. Вспоминаем стандартный forage, который был до 8-й Java. Нельзя модифицировать список, с которым мы работаем. Соответственно, выводится конкретно модификацион. Третий вариант. Все три значения, которые были добавлены ранее, выведутся в консоль, и потом выводятся исключения. И четвертый вариант. Ну, заступится. Будет все отрабатывать, бесконечно добавляться и интервироваться в этом. А давайте, кто за первый вариант? Один человек, отлично. Кто за второй вариант? Ага, ага, отлично. Кто за третий вариант? О, ну, за третий вариант больше людей. Так, за четвертый. О, вот она, Вера, стримы. Да, отлично. Давайте проверять. А, на самом деле, исключение будет просто трех. Кто может объяснить это? Ни одного человека. Болочку. Ну, окей. Ну, потому что он проходит по тем, которым он проходит, изначально их три. А когда мы добавили больше, и там нет. Итератор не должно быть. Ну, короче, да. То есть, изначально он по трех. Ну, не совсем. Это не полный ответ. На самом деле, там нет итератор. Там спидратор. Я напомню, что в стримах используется спидратор. Спидратор. Прошли в форму. Поехали. А теперь по-карт-коде немножко. Давайте. Значит, что у нас есть? У нас есть какой-то массив имен. Java, Kotlin, Java. Ну, Java два раза. У нас есть имя Java, наша текущая, искомая. У нас есть предикат, который проверяет нашу переменную name по equals с параметром, который тобой передано. У нас есть стрим. Стрим, который мы берем от вот этих самых, этого самого массива. Мы применяем наш предикат. И просто читаем количество. Теперь что мы делаем? Мы меняем наше искомое слово на Kotlin и делаем то же самое. Давайте подумаем, что получится. Значит, первый вариант. Не скомпилируется. Потому что нельзя менять название, строчечка, если она используется уже в метод рефернсе. Будет исключение во время компиляции. Второй вариант. Все отработает как и следовало. Java два раза, Kotlin один раз. Все хорошо. Третий вариант. Отработает только первый стрим, а второй стрим не отработает. Ну, потому что, да, нельзя менять и все. Или что-то другое. Так, давайте. Кто за первый вариант? Ага, уже больше. Вот она пошла. Вера, то, что не скомпилируется. Так, во второй вариант. Все отработает. Отлично. Третий вариант. Так. И вот кто думает, что вообще что-то другое? А вот те, кто не голосует, они как бы что-то думаете? Что-то другое, это как бы уже все, шире уже некуда. Так, ну давайте посмотрим. Опа. Так. Кто может объяснить? Отлично. Отлично, отлично. На самом деле выявится 2-2. Да, вот такая реакция. А все почему? Все правильно. Я вот озвучу просто для тех, кто не слышал. Первое, когда мы создаем строчку, у нас она заполняет значением Java. Строки, как мы помним в Java, не мутабельны. Соответственно, в пятой строчке у нас создается новый объект, ссылка перебросится, но метод референса, когда мы берем, в отличие от LAMP, они привязываются к конкретному объекту. То есть мы запоминаем конкретный метод конкретного объекта, который был в памяти. В пятой строчке ссылка на объект меняется, а метод референса ссылается на старую строчку, которая содержала Java. Ну, соответственно, мы просто два раза вызываем наш код с строчкой Java. Получаем 2-2. Отлично. Едем дальше. Ну, немножко усложняемся. Смотрите, у нас есть интерфейс. В интерфейсе есть метод print. У нас есть метод, который возвращает лямбду, которая соответствует типу интерфейса. Ну, в Java так можно. У нас интерфейс с одним методом и лямбда. Ну, все вроде логично. У нас есть переменная, которая как раз типа i, которая вот инстанциализируется вот таким образом, как интерфейс. И у нас есть наш метод, который мы запускаем, в котором просто вызывается iPrint. Вопрос. Что будет? Первый вариант. Не скомпилируется. Ну, потому что какого грена? Второй вариант. Будет все хорошо. Выведется hello, и наша вера в Java усилится. Третий вариант. Ничего не напечатается. Все отработает, без эксцепшенов, все скомпилируется, но вот ничего не будет в консоли. Третий вариант. Ну, исключение какое-то. Вы мне расскажете потом, какой будет. Давайте, кто за первый вариант? Так, так, отлично. Кто за второй? Вы еще верите в Java? Ну, молодцы, да. Кто за третий вариант? Ага, ага. А кто за исключение? Или что там? Да, исключение. Ну, вот побольше. Побольше все за исключение. А, ну, на самом деле ничего не напечатается. А кто может объяснить? Мейн есть, я же говорил, мы вызываем этот тест. Кто может объяснить? Все не то. Все не то. Так, вот там я что-то слышал. Да, вот. Ага, и что надо вызвать? Апплай. Апплай. А почему? Почему нужно еще раз вызвать? Потому что то, что мы получили, это еще дизайн. Это создание. Создание чего? Да. Да, в целом да. И вот почему скомпилируется тогда? Расскажите. А почему нет? Ага, ну я сейчас, во-первых, да, шок. Во-вторых, в-третьих, точнее, да, тут все, ну в целом все правильно, только смотрите, вот здесь почему уточнение. Да, на самом деле и это ссылка на метод. То есть по факту, когда мы проинстализируем переменную и, она не будет у нас объектом типа интерфейса, да, вот этого и. Это будет метод, ссылка на метод. На метод create. И вот тут вот внимательнее смотрите. У нас метод create, он возвращает, ну он возвращает какой-то тип, да, возвращает тип i. При этом он приведется к типу интерфейса i, да, то есть если бы это было java 6, мы бы создали анонимный класс, в котором был бы один метод, в данном случае create. И вот здесь вот возникает коллизия. В интерфейсе у нас метод void, а тот, который мы пытаемся ему в качестве реализации подпихнуть, возвращает тип. И в java 8 вот это дело скомпилируется отлично. В 6 java, конечно же, нет. В 6 java компьютер поругается на то, что типа не соответствует, да. Так что вот внимательнее. Все компилируется, все будет даже отработать без экшепшенов, да, но вот в какой-то момент все может поломаться. Да, были бы анонимные классы, и не скомпилировалось бы, да, если бы мы пытались что-то такое провернуть. А тут как бы можно. Так, отлично. Продолжаем с метод референсами. Давайте с лямбточками. Значит, опять у нас есть интерфейс i, наш любимый интерфейс. У него есть метод generate. У него есть второй метод, он дефолтный. Все любят, да, java 8, дефолтный метод и класс. Который делает что? Ну, давайте посмотрим. Он берет просто вот этот параметр, который в него передается, заворачивает в optional. Если он не null, то он возвращает его. Если он null, то он, соответственно, вызывает метод generate, и его же отпечатает. Все понятно, вроде код несложный. Есть метод test, который мы вызываем. Внутри метода test мы создаем новую лямбду, приводим ее к типу интерфейса, и у этого переменной вызываем метод print с параметром null. Кто не понял? Отлично. Варианты не скомпилируются. Ну, потому что, опять же, ну что это такое? Ну, как так можно? Все отработает, и в консоль выведется hello. Ничего не напечатается вообще, да? Все произойдет, ничего не будет. И четвертый вариант – исключение. Ну, потому что, опять же, ну что это такое? Тут 100% где-то исключение. Посмотрите на код. Так, давайте. За первый вариант. Кто вот прямо сейчас не скомпилируется? Вот сейчас, наконец-то. Так, отлично. Кто за второй? Что все отработает хорошо? Вы все еще верите в джаву. Кто за третий вариант? А, ну, окей. Вы, наверное, по прошлому, да? Отлично. И кто думает, что вы тут исключение? А в как... О, два человека. А в какой строчке исключение будет? А, блин. Ладно, ладно, окей. Ну, на самом деле, все будет хорошо, все хорошо отработает. Потому что, как бы, да, так можно писать, почему нет? Правильно, все, кто верит в джаву, верьте в нее дальше. Надежда умирает последней. Джава еще что-то может. Здесь никаких проблем нет. Можно создавать лямбду, можно приводить ее к какому-то интерфейсу. Потому что в данном случае лямбда создается, и она перезапишет метод generate, который возвращает string, и лямбда наша возвращает string. Как бы здесь никаких проблем нет. У этого метода мы вызываем print. Соответственно, optional отработают, выведется, результат выполнения метода generate, и в консоль попадает hello. Все отлично. Так что на дверь, да. Так можно было, да, бывает такое. Вот давайте к стримам перейдем. Значит, смотрите, у нас есть код. У нас есть список. В этом списке есть языки. Ну, гуру почувствует, что это GVM языки, да. Давайте мы возьмем for each от этого списка и удалим скалу. Хороший вопрос. Что будет? Смотрите, concard modification exception. Ну, потому что, как бы опять, мы работаем с листом, мы что-то пытаемся с него удалить. Естественно, у нас вывалится concard modification exception. Второй вариант. Null pointer exception. В Java всегда может вывалиться null pointer exception. Всегда. Третий вариант. Отработать как надо. Это вот тем, кто еще верит. И я знаю, что есть такие люди в зале, которые говорят, нельзя скал удалять. Ни в коем случае. Так, кто за первый вариант? Отлично. Кто за второй вариант? Опа, null pointer. Ну, хорошо. А кто за третий вариант? О, третий вариант самый-самый популярный. И кто прям со скалой горой? Вот они скалистые. Вот они. Ну, смотрите, на самом деле, ну да, скалу удалить нельзя, я согласен, но все-таки null pointer exception. А почему? Отлично, отлично. Вот человек слушал, слушал мои предыдущие пазлы. Да, я сейчас объясню для всех. Скала у нас находится не последним элементом. Когда мы будем проходить for each-on, в данном случае мы это не параллельный стрим, а обычный. И мы, и так как это r-release, то мы будем проходить по порядку. Соответственно, когда мы отойдем до скалы, мы ее удалим. Здесь, как бы, никаких проблем не будет. Но вот на следующей итерации, когда мы по факту должны были бы получить concard modification exception, в нашем массиве, который лежит внутри r-release 100, будет все те же пять элементов, но только последний будет null, потому что мы его удалили. И размер массива не меняется, да, то есть он остается такой же. Мы возьмем null, от этого null попытаемся сделать equals, и у нас будет null pointer exception. Вот. Так что смотрите, да, вот все-таки concard modification, это, конечно, проблема, но до нее может дело не дойти. Но вот если мы уберем if, то, да, будет concard modification exception, после того, как мы вообще все грохнем, все элементы. Параллельные стримы. Теперь давайте попробуем что-то распараллелить. Вот у нас есть, значит, ну, допустим, мы пишем какое-то приложение банковское. Например, у нас есть баланс, который равен нулю, у нас есть метод, который работает с этим балансом, то есть он принимает какое-то значение на вход и, ну, там, вычитает или добавляет к этому балансу, который у нас уже есть. Простейший. Мы берем, ну, у нас есть метод test, мы берем, создаем новый экземпляр этого нашего аккаунта, вот, мы создаем range от 0 до 1000 включительно и параллелим его. И делаем forage по всем вот этим элементам. И все, что мы делаем, это вызываем у нашего переменного аккаунта, вызываем метод, ну, процесс, да, вот если что-то, вот этот не нужен, процесс transaction. То есть вызываем метод процесс. Вот этот. И все. Как только стрим выполнится, мы выводим на экран, ну, в консоль, точнее, в нашем случае, выводим все, что получилось в конечном итоге. Смотрите, давайте вот, значит, варианты. Первый. 500-500. Да, не 100-500, как хотелось бы, но 500-500 пусть будет. Это значит, что все правильно отработало. Это и есть та сумма, которая мы списком, сумма всех чисел от, соответственно, от 0 до 1000 в данном случае. Вот. То есть все отработает хорошо, как надо. Параллельно, быстрее, соответственно, там, кратное число ядер по умолчанию. Второй вариант – ноль. Ну, вспоминаем, да, что я рассказывал про метод reference, там, и так далее. И у нас, соответственно, будет ссылка, там, ноль. Все хорошо. Едем дальше. Исключение. Вот потом расскажете, какое исключение. И что-то другое. Так. Давайте, первый вариант. Кто за первый вариант? Все, вера потеряна просто в Java. Никто не верит в нее. Один человек. Отлично. Может быть, да, иногда. Но он никогда… Ну, хорошо, ладно. Второй вариант. Кто за второй вариант? Вообще, Николай, отлично. Кто за третий вариант? А что за исключение? Какое исключение будет? Окей. Налпоинтер, конечно, да? Ну, что-то, что-то еще в Java. И что-то другое. Кто за что-то другое? Так, отлично. Ну, смотрите, во-первых, да, что-то другое. А теперь кто мне расскажет, что? Нет, скомпилируется, выполнится. А почему? Так, так, так. Отлично. Ну, на самом деле, так есть… Ну, на самом деле, кто-то дает пули, ты должен дать поток. Ну, я дам пару. Так. У тебя пару, но будет использовать еще и двой же поток. Так. А ну, ну, одному. Так что, их будет минимум два. Так, ну, допустим, два потока будет, и что? Ну, точно так же, может быть, мы там во все… Ну, конечно, будут, правда, явно. А как пофиксить? Давайте так… Давайте так… Давайте так… У Арсени уже есть подарок? Ну, да. Вопрос такой, как пофиксить это дело? Чего написать? Синхронизировать, отлично. Параллел убрать, отлично. Решение хорошее, алгоритическое, не связанное с многопоточностью. Вот как пофиксить вот этот код? Вот правильно, ну отлично, не надо подрагнуть, ну хорошо, не будем. Правильно сумму посчитать. Ну что вы программисты-то? Зачем проблема у вас возникла, ну избавьтесь вообще от параллелизма, посчитайте сумму. То есть мы берем и вот это вот дело… где у меня это? Не видно его, короче. Вот, смотрите, вот… Если так, то тогда можно просто… Вот тут вот сумочка. …умножить 50 там на… и все, не делать вообще форок, умножить просто. Не, ну мы же не знаем, это как бы в примере у нас тут range, а так-то… В примере же написано, что параллел. Ну с параллел-то останется, с параллелом проблем нет. Проблем в метод референс здесь, а мы его заменим на сумму и все. О, это был бонусный вопрос, ладно, он не запланированный. Ну вот тут вопрос скорее такой, на знание, ну давайте вот, или может кто-то догадается, как вообще в памяти у нас организуется, вот в чем разница между лямбдами и метод референсами. Вот у нас есть, значит, какой-то метод run, который возвращает какую-то лямбду. У нас есть метод референс, который возвращает метод референс, и у нас есть лямбда, которая возвращает параметризированную лямбду. Вопрос. Где будет true? Так, кто за то, что в первом варианте будет true? Ну тут просто сравнение, то есть имеется в виду, что объекты будут… Так, никто не, да? А кто, вы думаете, что во втором варианте будет true? А в третьем? Тоже никого, да? Так, ну смотрите, вот так. Почему? Кто может объяснить? Ну, вы можете… Нет, я говорю, не верьте мне, вы можете потом выполнить себя и посмотреть. Кто может объяснить? Мне? Ну смотрите, у нас в случае лямбд всегда все одно и то же, а в случае… Так, а что ты там сказал? Вот так еще. Ну нет, не string, pool. Вот про лямбда вот об этом я рассказывал. Да, 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 он одинаковый, не будет еще один. Давайте он ее возьмет, и мы уже готовы. Вот, отлично. Так, с баллочкой. Опа. Все правильно, когда мы ставим лямбдочки, вот такого плана, да? Когда мы запустим наше приложение, они ставятся один раз, и в случае, если… Потом, ну, в случае таких методов, когда мы потом вызываем точно такую же лямбду, просто будет использоваться тот же самый анонимный класс, который там сгенерируется, и все. Соответственно, никаких проблем не будет. А вот с методом рефермента, там все сложнее. Там каждый раз будет браться ссылка на другого объекта, и будет, соответственно, false. Просто подробно вам равно. Почему как-то метод происходит. А вагадин был классный. Да. Там же ссылка, получается, на конкретный метод конкретного объекта. Ну, да, он по миллиону. Это же пусать строка, да, она… Хороший вопрос. Можете туда посмотреть. Кто согласен? Отлично. Люди такие есть, да. Ну, смотрите, вот здесь вот сейчас так вот прям бабах. Все, это весь код. Вариант, смотрите. Он скомпилируется. Скомпилируется. Скомпилируется и выполнится. Это Java. Скомпилируется, но будет исключение в рантайме. И вот мой любимый вариант. Кто считает, что не скомпилируется? Кто считает, что скомпилируется? Так, кто считает, что исключение будет? Кто со мной? Вот она, Lambda Hell, да? Вот она. Хардкорщина пошла. Ну, смотрите, на самом деле, я тут немножко трюк такой сделал, да? Как бы, ну, нету стрелки назад. Ну, ладно. Что вы, нет в Java. Ничего нового не придумали за это время. На самом деле, все скомпилируется и даже выполнится, и даже без ошибок. Почему? Ну, кто уже отвечал, не отвечайте. Дайте другим людям подумать. Да. Что, что это? Ну, что это? А что за функции? Давайте так. Ну, вот. Так. Ну, хорошо, это будет вот так. Вот. Бонусный вопрос сейчас, например, вот на термокружку. Что будет А, что будет Б? Ну, я имею в виду по названию класса. Ну, это же интерфейсы, да? Там название интерфейса должно быть. Ну, типа консюмер, предикат, вот это все дело. Да. Да. А, это функция, которая возвращает функцию, supplier-consumer-буллин, нет? От предиката. А, 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 а. Ладно, смотрите. Кто сказал функцию от предиката? Ладно, я дам за это даже кружечку. Да прям. Не бросай. Ну, смотрите, да. На самом деле это что? Это in-функция, in-предикат. Вот, и просто на самом деле вот эта стрелочка, это был такой хак визуальный. Вызывать можно вот так, например, да, то есть кто-то хочет вдруг такой, использует конструкцию. Ну, просто два раза вызываем. Отлично. Вот я согласен, вот что, а, а, это тоже правильный вариант ответа. Java, пишите правильно, пишите читаемый код. Ну, давайте подойдем к нашему заключению. Значит, во-первых, нужно читать документацию. Иногда много пазлеров возникает из-за того, что, ну, просто в документации что-то написано, а разработчик это не читает. Иногда вообще бывают баги. Ну, что поделать, даже в Java бывают баги. Поэтому нужно читать документацию, смотреть, что вообще происходит внутри функции. Например, в том же самом for each remaining. Да, там, ну, что он читает количество элементов в один раз. Во-первых, да, никогда ничему не верьте. Проверяйте. Это тоже касается в Java. Если там бьются разработчики Java или бьют себя в грудь, говорят, что это будет работать, не факт, что это будет работать. Не факт, что это будет работать, так как вы думаете, что это будет работать. Поэтому обязательно все проверяйте. Обязательно смотрите, какие там граждаты будут. Иногда старый друг лучше новых двух. Иногда. Не надо везде вкорячивать стримы. Не надо везде вкорячивать лямбды. Возьмите старый for each. Возьмите анонимный класс. Ну, анонимный класс, ладно. Возьмите старый for each. Просто циклы какие-то, да, вайлы и так далее. И пользуйтесь ими. Не надо писать стрим от листа в .for each. Неправильно, так нельзя делать. Пишите понятный код. Вот, если вы будете... Вот, смотри, я сейчас вас вот прям вот энергию на вас посылаю. Если вы будете писать непонятный код, то вам будет сниться вот это лямбда-хел, который был до этого. Каждую ночь, пока вы не исправите. Ну, и, наконец, нормально делай, нормально будет. Основное правило. Вот тут есть люди в первом ряду, которые четко с этим согласны. Нормально делай, нормально будет. Старайтесь писать код лаконичным, понятным. Не создавайте пазлеры сами. Не надо. Только если вот случайно так получилось. Ну, и, в принципе, все. Спасибо. Спасибо, Заров. Ну, я думаю, все вопросы уже были заданы, да? У меня вопрос остался. Откуда это? Это чем-то навеяно? Ну, смотрите, частично с чем-то я... Сейчас, прошу прощения. С чем-то я сталкивался, да? Кто ходит на другие конференции джуга? Ну, Джокер, Джейпоинт. Отлично. Есть классный парень, его зовут Баруф Садогурский. Вот он любит такие штуки показывать на всех конференциях вообще. Там можно тоже это посмотреть. Если кому-то это интересно еще, да, такие пазлы поразгадывать. Вот. Что-то я нагуглил, честно. Ну, понял. То есть не все из продакшена, да? Ну, конечно, не все из продакшена. Не, ну там, ну ладно, там будет... Все-все-все, я верю в мир. Все-все, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...